Йо-йо, друзья, всем привет! Вы смотрите последний выпуск программы Урбана на первом альтернативном телеканале. С вами, как всегда, Чен. Теперь вам следует искать все выпуски программы Урбана в интернете, в группе ВКонтакте, в Ютьюбе и так далее. А сейчас я предлагаю вам посмотреть эксклюзивный репортаж о концерте Public Enemy в клубе Milk, где я принял непосредственное участие. Check it out! Итак, вы были тут 7 лет назад. Как вам Москва сейчас? О, Москва сильно изменилась. Я просто читал статью о прошлой поездке, она называлась «24 часа в Москве», и я понял, что это был для вас полный пипец. Да, это был первый день, все очень устали после долгого путешествия. Мы были тогда в первый раз в некоторых европейских городах, но Москва всегда на грани мощи. Это был первый раз в Москве, и это был первый раз в Москве. Это был первый раз в Москве, и это был первый раз в Москве. В Москве, и это был первый раз в Москве, и это был первый раз в Москве. Почему профессор Грифф опять не приехал? Опять, как и в прошлый раз, те же траблы с паспортами, бумажная волокита. Короче, в США тоже бюрократическое дерьмо. Вы сегодня приехали в Москву, успели что-нибудь увидеть? Нет, мы толком ничего не видели. Прилетели сегодня утром, уставшая в усмерть, нифига не понимая, сколько сейчас времени. Слышал сегодня русских МС? Да, слышал сегодня Нагана, от него исходила энергия. Было похоже, что серьезный чел. Первый раз, когда вы услышали русский рэп, это был брокен саунд. Было смешно слышать? Да, но вы были первой весточкой из России, первым контактом нашего интернет-радио и лейбла с вашей страной. Продолжение следует... Тут я затираю Чаку, что это последний выпуск программы Урбана, что нет финансирования и бла-бла-бла, плачусь, короче. Он говорит... У нас было шоу с Джонни Джусом на радио в Нью-Йорке. Мы делали реальные вещи. Множество талантливых МС должны были быть услышаны. Но финансирование также прекратилось. Я удивляюсь, какое вообще дерьмо творится с музыкой в Нью-Йорке. Скажи, пожалуйста, сейчас афроамериканец-президент. Ты видишь какие-нибудь изменения? Я видел в Ютьюбе президента Путина в хип-хоп-шоу на ТВ с рэпером и МС. А у нас черный президент, но он как-то наоборот отстранен от хип-хоп-музыки. Это смешно и странно. Скажи, вы не собрали денег на альбом на сайте Cellaband? Что теперь будет с альбомом? Мы не будем ждать, когда соберем целиком сумму на альбом. Будем записывать по одному треку. Сейчас приходит время, когда хип-хоп возвращается в формат семидюймовок, синглов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok